всем привет господа с вами вновь степан маслов и вы находитесь на моем одноименном канале это вторая серия про подготовку моего стантового мотоцикла к сезону ну что мы начинаем погнали как я вам и обещал во второй серии про подготовку все будет максимально роскошно следующая серия конечно обещает быть более роскошно и именно поэтому я решил снимать эту серию именно сегодня потому что сегодня в санкт-петербурге 29 градусов тепла ребята это вот реально не шутки потому что 29 градусов тепла последний раз в санкт-петербурге было примерно полгода назад здесь крайне редко бывает такая погода и поэтому это я считаю самый роскошный день для начала новой серии просто посмотрите во что я одет ребята я тупо гоняю в тапках просто хожу по асфальту в тапках блин не знаю те кто живет на юге нам они понимают вот этой радости но ребята из питера и москвы это даже больше наверное из питера и северных городов прекрасно понимают о чем я говорю я реально просто счастлив еще одна прикольная штука то что эту серию несмотря на то что это подготовка мотоцикла к сезону я начинаю не в гараже а я начинаю на стан площадке ребята на стан площадке еще один немаловажный вопрос на чем я буду ездить если мотик сейчас в режиме разобран но еще не собран кататься я буду на своем резервном мотоцикле он мне нужен как раз для таких случаев когда основной мотоцикл в ремонте или в ребилде как сейчас 0 и когда его отправил на шоу в другой город периодически он мне пригождается и это как раз тот момент он практически является клоном того мотика но есть небольшие отличия кратч кейдж and made точно такая же как на 630 там сетап могура 13 миллиметров через переходник здесь конечно попроще сейчас уже этот мотик отличается от того потому что там как вы помните стоит установка под 3 суппорта и под увеличенный диск здесь стоит предыдущий вариант но на хорошем тормозном диске колеса варп 9 жир заспицованы специально для меня на красно-черных спицах золотыми гайками до спиц короче визированная ступица очень мощные хорошие колеса сейчас такие стоят больше 100 тысяч рублей дальше задние тормоза нужны стандартные передняя машинка стоит от джексера стоковый тормозной диск ну как стоковый вот этот диск шел с этими колесами ну визированная ступица тоже естественно усиленная рама точно такой же fat bar как на 630 жирный просто роскошь бачки резома роскошь красные ручки абсолютно обычные грибцы тоже обычные новый пластик кстати стоит на мотике в круг поэтому это придает вид нового мотоцикла абсолютно на этом мотоцикле тоже очень много переделок как вы понимаете но здесь практически все то же самое как на моей 630 кускуарни я не буду подробно рассказывать основное отличие это задний handbrake то есть тормоза стоят другие в остальном в принципе все аналогично ну естественно другой мотор мотор здесь стоит не красноголовый это более вялый мотор но более ресурсный я даже не знаю стесняюсь предположить но я думаю что больше 400 часов на этом моторе ребята 400 часов просто вдумайтесь в эту цифру это супер мото здесь меньше ход поршня не такой он резвый но зато более ресурсный последний раз я катался на этом мотике в сочи там изрядно я конечно отшлифовался в заднюю покрышку видно перекат она такого квадратного типа но ничего еще походит менять пока не буду кстати ребят для тех кто хочет увлечься стандрайдингом или для тех у кого есть уже начальный уровень подготовки есть отличная инфа я в скором будущем буду продавать свой матак вот этот но сразу хочу сказать если кто-то будет интересоваться обязательно мне пишите кстати в директ там или ну в любую в любой мессенджер соцсетей сразу хочу сказать кому попало я не продам мотик будет продан только в хорошие руки только тому человеку кому он реально нужен цену обсудим пишите будем думать примерная дата продажи будет в тех числах когда мне соберут мой основной мотик поэтому ребят самому жалко не хотела его продавать но блин обстоятельства вынуждают и все равно придется это сделать предвкушая уже сообщение я сразу хочу сказать за сотку не отдам и так далее за 150 не уложитесь короче ребят только реальные покупатели только те кому на самом деле это интересно потому что ну я просто сочту за наглость и за неуважение если вы мне будете писать сообщение типа отдай за дешево деньги меня прямо сейчас на руках и так далее только человеку который понимает хочет заниматься стандрайдингом и любит супер мотор тогда этот мотик реально для тебя проблема за проблемой когда ты не ездишь полгода на мотике поворачиваешь ключ а тут а тут ни хрена нету но зато есть санек который приехал и привез запасной аккумулятор а вот хорошо когда стантер является как сказать механиком автосервиса у которого все есть всегда вообще мы планируем в этом сезоне походу с саньком двигаться потому что стандрайдинг в санкт-петербурге ну так скажем немножко под скис и ребят осталось не так много поэтому нужно кооперироваться обрус думаю что буду сани тренироваться ну и я буду сани и он естественно будет со мной так ну что у нас сегодня очередной дождливый денек решил навестить сервис heavy duty мне кажется что там очень медленно все происходит но я решил так но как бы так чисто слегка ребятам намекнуть что надо бы ускорить так ну что друзья продолжаем кататься вернее я продолжаю кататься сервисов сервис питер как всегда преподносит сюрпризы по погоде буквально неделя постояла тепло и сейчас уже опять камбоджа началась короче сейчас приехал к максиму посмотрим как у него дела я думаю что ближайшее время заберу уже у него колеса крышки и все покрашенные элементы и уже отвезу все это в heavy duty и мы стане будем собирать мотик всем привет как наши дела это как я понимаю тот цвет на котором мы остановились без лака пока без лака ну сейчас вот хотел черной полоской сделать и покручу вот блин как по мне вообще сок ребята что скажете очень круто смотрится короче ребята работа идет стандартная беготня из сервиса сервис но по-другому когда что-то строишь и изобретаешь никак ребята этот рисунок будет нанесен на колеса то есть на диске диски будут пополам покрашена половина будет черного цвета половина вот в такой ливреи это фирменная вольфовской ливреи мы решили что колеса то место которым должно быть именно такие красивые квадратики чтобы вы понимали это не первый вариант то есть мы уже сделали раз два три 4 5 6 выкрасок и остановились на вот этом варианте подгоняем все это дело к пробной печатной боковине который мне уже делали на самом деле это хромированная пленка как вы видите на ней напечатан рисунок такая технология как мне сказали еще не применялась то есть человек купил принтер и вот он сделал себе машину как я понял и 2 идет мой мотоцикл блин на самом деле вот просто смотрите как переливается круто я уже просто очень хочется наклеить все это дело на мотик посмотреть как выглядит на нем также как я говорил будем красить траверсы вот в тот фиолетовый цвет который там сейчас максим колирует тоже будут фиолетовой крышка крышка будет черная значком husqvarna не красная как была фиолетовая также ну естественно дуги еще одна крышка подножки ну и колеса я уже у себя в голове потихонечку собираю все эти детали воедино и представляю общую картину мотоцикла как это будет выглядеть мне кажется будет выглядеть максимально жирно и ярко то есть ну тот мотик выглядел в то ли время в принципе достойно и на свое время но блин ребят пять лет я на нем откатался пора что-то менять и мне кажется этот концепт будет максимально крутой прям прям хочется уже все туда делать и поскорее вам показать сначала сделали выкраску с вот таким цветом но потом я подумал что это слишком ну как сказать темно то есть нужно на пару тонов было сделать посветлее и плюс более синий уйти то есть здесь такой фиолетовый с розовым я захотел чтобы больше было вот ну вот как здесь на цехе 21 это мой номер чтобы она больше в синюю ходила краску мы решили использовать candy фиолетовый то есть цвет должен смотреться максимально глубоко это вот машинка покрашена пока еще без лака сейчас максим прям при мне обещает задуть посмотрим как это будет под лаком смотреться кстати ребята респект всем кто пытался отгадать два основных цвета новые ливреи там были кстати правильные ответы как вы уже поняли основные цвета это фиолетовый и синий но синий такой с ухода в бирюзу короче говоря здесь в принципе на вот этой пробной печати все видно то есть вот фиолетовый вот синий но синий такой в хром уходит совсем на переливе прям смотрится максимально роскошно и вот решили добавить такие акценты из как его назвать кислотно-зеленого или кислотно-желтого так ну что парни наконец-то завершились работы по переварке подрамника вот так он теперь выглядит санек что делали там скажи а кстати вот парни помните втулочки до который я точил прошлой серии ребят вы просто посмотрите какая роскошь получилась максимально роскошная более роскошный роскош самый роскошный максимально роскошных и они уже приварены здесь на подрамнике вот так все это выглядит сейчас сами расскажут как все будет крепиться чё делать подробнее что делали усилили ставить на втулки которые ты регулярно изготовил добавили косынку для усиления с и самым мощная косынка оторвать теперь не должно в лучшем случае с аторвета вроде нибудь другом есть вообще со всех сторон прокосынка да смотрим ну да это моща есть вообще ну и собственно болт да тоже втулку конечно блок будет по-моему 14 что-то около этого и с другой стороны тоже по-моему 14 болт то есть усиленный там в два раза практически дальше соответственно у нас есть планка чтобы подрамника они у нас не гулял вокруг своей сесть так можно вырыться вот которая даст нам дополнительную жесткость сверху ну и соответственно как бы все это нужно привести в божеский вид чтобы установить на свежий обклеенный мотоцикл в общем ребята вы поняли примерно вот так выглядит подрамник moto edition stand competition все переваренное заваренное максимально усиленное потому что эта деталь в стантовом мотоцикле служит не для красоты а именно для того чтобы все было мощно ничего не ломалось не расшатывалась поэтому санек сейчас покажет как все это дело будет устанавливаться на мотоцикл я наверно сейчас заберу его с собой как раз много покрасим и я заберу все готовые детали которые уже покрашены в основные цвета ну а подрамник отдам заодно его быстро покрасить и привезу обратно санек как там как он устанавливается рассказывай сейчас мы это попытаемся сделать короче основное вот парни я как понял вот эти втулки я тогда когда точил их делал не понимал нафига не сделаны вот так именно да они одеваются вот на эти бабушки которые приварены к раме и это как бы служит дополнительной опоры в общем заходит подрамник явно плотненько об лари варит угарочем теперь здесь мощно то что мы говорили дополнительное крепление и плюс все болел болты будут другого диаметра там были стали 8 миллиметров теперь будут 12 поэтому это реально усилит конструкцию я думаю что больше таких проблем не будет четко санек еще выпишет список по болтам как я хотел поставим нержавейку короче ребята вот все сборка началась с этого момента ребята я не смог пройти мимо вы просто посмотрите какая красота очень красиво все самые яркие цвета за это honda 4 ай короче как я говорил после постройки моей стантовой хаски мы приступим к работе над honda 600 rr и увидите отличие как бы и разницу вот допустим даже с этим мотоциклом потому что ну так строить уже как бы не модно это в не то что не модно как бы ну блин это какой-то реально колхоз то есть вот эти яркие яркие самые яркие цвета взяты перемешанного одну кучу короче получается полная шляпа как по мне все должно быть максимально лаконично органично и не просто так чтобы чтобы выступал как клоун на площадке чтобы это смотрелось реально достойно поэтому не знаю я придерживаюсь того такого больше баланса цветов чтобы все было смотрелось лаконично смотри короче эту вещь сюда эту вещь накручиваешь а эта вещь кстати дай подожди парнем покажу эта вещь помните да тоже который я делал изготавливал моя деталь абсолютно точно не ту же оригинал максимально роскошной вот она аккуратненько сюда внедряется давай служи не предъявили блин как же приятно все собирать на самом деле уже когда вырисовывается как это конечная картина блин на душе появляется приятное чувство так ну что ребят я забрал подрамник у сани сейчас еду максиму он не только что написал что все готово блин мне дико интересно какой получился цвет основной цвет покраски фиолетовый мы долго его выбирали потому что фиолетового оказывается куча оттенков и мы все-таки нашли тот который будет смотреться максимально прикольно именно в сочетании черным и синим синий будет напечатан на пленке соответственно сейчас еду к максиму отдаю ему подрамник забираю у него одну из покрашенных деталей еду к миши там мы ее сверяем с цветами распечатанными на пленке потому что на пленке печатается тоже фиолетовый цвет а поскольку мы печатаем по новой технологии мы печатаем на хромированной пленке особо эту технологию санкт-петербурге никто еще пока не применял и тот цвет который в программе фиолетовый он не всегда соответствует тому цвету который получает на выходе поэтому мы напечатали несколько цвета проб сейчас я с готовой детальки приезжаю мы сверяем смотрим какой цвет нам нужен и уже приступаем печати блин да замороченная согласен но к сожалению по другому просто невозможно попасть охота что все-таки крашеные детали краскопультом малярки соответствовали цвету который будет напечатан на пленке короче говоря катаюсь туда-сюда вспоминаю Жеку Касаткину вспоминаю Серегу Стилову который вечно находится в таких примерно движухах ну прикольно как бы контент контент по-другому никак невозможно все в одном месте собрать и малярку и кузовню и дизайнеров как бы это невозможно поэтому блин ну движуха прикольная мне нравится едем к максиму так ну что идем смотреть я честно сам не видел этого цвета самому дико интересно прям блин хочется уже его увидеть что ребята вы готовы офигеть слушай ну это прям то что я хотел реально и получился довольно таки глубокий да как а сколько слоев лаков ну здесь двойная лакировка второй вторая лакировка уже с лаком который защищает вот ультрафиолета чтобы кэнди не выгорал прикольно ну ребят но получилось реально вот прям именно в том цвете в котором я хотел в котором я это видел реально круто а колеса когда колеса уже лежат тоже лежат может она принесем сюда чтобы ребятам показать как это выглядит офигеть ребят я супер доволен вы не представляете как давно я хотел перекрасить свой красно-черный мотоцикл уже пять лет прошло и прям вот этот цвет максимально попал во все мои желания блин нереально круто выглядит мне супер нравится если вам кстати тоже нравится прямо сейчас кидайте лайкос и зацените этот цвет так диски сейчас как я понимаю в процессе кэнди уже положим здесь будут переход с мыши на как вы помните а здесь будет ну половина в черном цвете так то что ребят подрамник оставил детальку взял сейчас едем к миши миша это тот человек который занимается дизайном и нам нужно будет сверить цвет напечатанный на выкар на как назвать ну короче там несколько цветов и спечатали сейчас сверим вот этой выкраской и уже поймем какой цвет должен быть на печати так парня уже в ночи приехал к миши миша это тот самый человек который рисовал дизайн на хаску первые кстати такие варианты были весьма экстравагантны от миши он кстати эскизы но миша для тех кто не в курсе это человек который сил еще делал дизайн на его сливу но по тачкам я как понимаю все в ажуре все круто но мотики это такая специализация их меньше поэтому привычки тоже в общем по факту миша тренил на моем мотике мы вместе с ним приходили к каким-то правильным решением и последнее решение оказалось максимально верным верным то что мне понравилось то что понравилось миши короче привез я детальку это выпроски да давай щетка на фаре народ пойдем и у нас есть шесть вариантов фиолетового 50 оттенков серого для ну вот это кстати по-моему попадание вот этот да причем с первого этого с первого подхода или вот это темнее ну короче смотри вот это тут будет подходит нормально ну да а еще к этому блин нереально в парад свечка мне тоже давай отойдем я думал так давай дальше очень любят увидите как все блин на самом деле слушать совсем тромный это синий да этот розовый и даже давай развернем вот вот это более розовый вот это больше похож короче вариант 2 вообще выбрали вот этот вариант я думаю что это будет максимально да кстати вот о чем я говорил печатать будем на хромированной пленке лишь печатал вообще кто-нибудь у нас 5 такой вот именно на такой слушай насколько я знаю по крайней мере чувак с моего производства он относительно недавно обзавелся оборудованием вот то есть он стикеры такие печатал они работают у меня на работе налеплено несколько с ними все круто вот на байках я такого не видит короче на мотике точно у него в питере в питере точно ребята поняли максимально роскошно и кстати говоря но естественно бесплатно реклама миша еще парня по мальчикам описание ссылочка в описании да нифига но это бесплатная реклама на самом спасибо за респект потому что но получилось реально круто я думаю оцените мишину работу как минимум как минимум на пять минут все ребята короче с цветом определились завтра максим заканчивает покраску через два дня как я понимаю будут готовы печать поэтому следующее включение уже с готовыми деталями с готовой печали с готовой распечаткой уже в сервисе будем собирать все давайте до следующего дня так ну что ребят как вы видите все детали наконец-то покрашены мы говорим огромное спасибо максимум за работу все сделано максимально качественно и круто я просто в восторге от того как все это получилось как я уже говорил это именно тот цвет который я видел своих там мечтаниях короче максим спасибо большое все получилось очень круто мы забираем и везем все это к сане сервис heavy duty и быстренько начинаю все собирать потому что пленка уже тоже на подходе как самый ответственный момент короче нужно на вот этот свежий покрашенный диск надеть швенок сейчас только что сани собрали колеса это просто сок ребята я блин супер доволен как получается видеть вот этот рисунок это короче нашу альфа перенесенный на колеса задумка была такая супер круто но естественно можно что как было на тех колесах только здесь он сделан серебристым и по краям решили сделать на плуту же фиолетовый уйти короче получилось интересно мне нравится ребята что наконец-то процесс пошел это не может не радовать у вас прошло буквально минут десять у меня прошло уже больше двух недель с момента как мы разобрали с саней мотик и по сегодняшний день когда мы начали сборку санёк наличие соответственно что происходит я уже отмыл раму по максимуму как смог потом естественно я буду еще после сборки загонять на мойку и все промывать тщательно но уже как бы смотрится хорошо короче сегодня мы саняков наверное денек уже закончим но саня завтра с утра нам нужно прямо с самого утра и до самого вечера чтобы мотик стоял на колесах и чтобы он был похож на мотик хотя бы согласен будем стараться слышали да санек дал обещание поэтому я поехал домой спать отдыхать санек тебе оставляю мотик завтра с утра увидимся давай так сегодня с самого утра опять в огне сейчас приехал к ребятам забрать печать сейчас посмотрим что там получилось короче как по мне все слишком большое но не знаю ребята говорят что это обман зрения я уже созвонился с мишей он сказал что все еще раз перепроверит но я в любом случае сейчас забираю эту пленку везу к ребятам на примерку а там дальше уже будем смотреть то что ребята я боюсь вам признаться но все таки этот день настал все детали покрашены я купил нержавеющий крепеж уже привез все это к саше также привез все смазочные материалы масло в мотор тормозную жидкость антифриз и все что нам потребуется для сборки короче говоря сегодня супер символичный день сегодня 1 июня первый день лето 2021 и мы начинаем сборку мотоцикла погнали ну что мотоцикл потихонечку начинает обретать черты мотоцикла извиняюсь за тавтологию но мы уже поставили заднее колесо поставили переднее колесо полностью собрали вилку прокачали передний тормоз уже висит цепь в общем ребят сейчас не хочу прям супер подробно вам все снимать хочу показать вам конечный результат поэтому я думаю сейчас еще чуть-чуть подснимем какие-то из процессов а потом уже встретимся в поклейке и будет крутая нарезка и крутой видос под завершение этой серии так ребята что у нас закончен очередной день блин сегодня помимо того что мы собираем еще и ремонтируем то что было сломано там нужно было настроить вход выхлопной трубы переварить там крепление короче установить подрамник потом элементы пластика кое-какие короче говоря сегодня часов 8 ковырялись по факту визуально практически ничего не сделали но работы было много короче сейчас мы уходим в выходные потому что реально мы с саньком уже просто как батараки с утра до вечера третий день пашем отдохнем на выходных и в понедельник наверное уже с новыми силами продолжим работу я думаю что это будет заключительный день сборки потом как я и говорил я забираю мотик и везу его в поклейку и снимаю для вас там офигительный ну как я думал крутой видосик чтобы сделать красивое завершение этого видео сейчас была очень интересная ситуация которая оставила всю миссию сборки кускуарной под угрозу короче саня начал собирать масляный насос и обнаружил что здесь явно не хватает каких-то деталей во-первых крышки которые я нашел у себя в тачке и положил там маленький карман но блин не хватало вала который соответственно идет зацепление с коренчатым валом вращаются всю эту историю короче вот этот вал но полчаса назад мы думали что все короче мы приехали потому что получилось так что эта крышка которая давал покраску она была забрана вместе с вот это все ставки непосредственно с этим валом короче говоря мы поняли что этот вал просто в процессе как бы переезда там или где-то он просто оттуда выпал как бы и потерялся вот я начал уже записывать сообщение видео маляру максиму до который делал саня там с другого конца бокса кричит слушай погоди я был там у максима и он мне вроде как будто бы отдал какую-то шпильку и сказал что мы нашелся нас на полу может быть она откуда-то и куда-то пригодится короче говоря в итоге он естественно забыл куда он ее положил эту шпильку мы сейчас ее полчаса искали в итоге нашел себя в тачке ну и все закончилось хорошо вы же понимаете что ты из-за такой маленькой детали которая могла упасть где угодно могла там на улице пока крышку до тачки нес или могла упасть также допустим в малярке на пол куда-нибудь закатиться в угол ее бы никто не увидел и в принципе мотик можно было не знаю до конца сезона ставить уже в угол потому что это явно не ходовая деталь до саня на на заказ сколько бы мы мы ее везли непонятно короче прикольно что все разраповалась именно так но блин пришлось понервничать и сейчас я уже начал гнать на санька потому что это в принципе его забота была разобрать все эти крышки ну ладно я тебя прощаю потому что все обошлось так ну что ребятки сегодня день праздник наконец-то настал этот день когда у нас все готово и мы сейчас забираем мотик и везем его в м-стайл на поклеек также приехал тёмыч тёмыч в наличии кстати они на заказ тёмыч здорово короче сейчас мы быстро все собираем ездим в м-стайл тёмыч нужен для того чтобы снять прикольную концовочку к этому видосу в общем осталось совсем чуть-чуть последний этап и мы погнали в м-стайл тёмычки в м-стайл тёмычки в общем ребят что я вам хочу сказать любой человек который хочет красиво передвигаться на двух колесах должен иметь мотоцикл который будет отличаться от общей массы а если он хочет по-настоящему выделиться тогда ему придется придумать что-то свое то чего еще никто не видел то что будет отличать именно его мотоцикл от всего остального ровно три месяца назад мы совместно с компанией вульф приступили к разработке дизайна моей стантовой husqvarna в этом проекте принимала участие большое количество людей с основными кстати я вас уже познакомил но естественно есть и те кто остались за кадром ребят прямо передо мной сейчас стоит полностью обновленный мотоцикл мы только что его обклеили с ребятами из в м стайл я естественно его уже увидел ну а теперь наконец пришла ваша очередь и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok